Обрушение балконов и целых домов в Одессе стали настолько привычным делом, что коммунальные службы и городская власть уже даже не реагируют на предупреждение об опасности. Звонить по так называемым горячим телефонам совершенно бесполезно. Там не возьмут трубку. А у нас древопад, а у вас? Так перефразируя известное детское стихотворение, могут говорить жильцы дома номер 13-Б по улице Академика Филатова. Тут еще в минувшую среду упали сразу пять деревьев. Одно из них, самое большое, легло на дом. Прошла неделя. Зелентрест так и не появился. Наверное, ждут, когда все само упадет. Вместе с частью крыши и балконами двух верхних этажей. Масса дерева такова, что снести балконы оно может запросто. Второе огромное дерево лежит на поломанном третьем, и если оба рухнут, окружающие дома останутся без отопления. Трубопровод проходит как раз под ними. Хиленькая старенькая конструкция явно не рассчитана на падение нескольких тонн древесины. И никто так уже сколько вот прошло дней, никто ничем этим не занимался. Людей там окна побил. На четвертом, третьем этаже сыпались. Я тогда присутствовал, когда на моих глазах этих пять деревьев повалил. Я пытался дозвониться в Зелентрест. Бесполезно. Пытался дозвониться на горячую линию городского головы. Тоже бесполезно. Хорошо бы еще снять дерево с гаража. Кто знает, может хозяин сам не в силах справиться с толстым стволом. А машина нужна каждый день. И вообще убрать все эти джунгли, чтобы двор стал похож на двор. Или в Зелентресте надеются, что жители заплатят. Коммунальщикам и так должно быть выгодно. Столько дров сразу на улицах Одессы еще не бывало. Если их продать, можно полностью обновить технику коммунального предприятия. Ходят слухи, что продают. Только деньги идут не в бюджет, а налево. Так или нет, не станем утверждать. Но в любом случае, город убирать надо. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ.